Как нередко напоминают в госавтоинспекции, пешеходы являются самыми незащищенными участниками движения, так как при дорожно-транспортных происшествиях именно они получают наиболее серьезные травмы. На основании исследования нескольких сайтов, включая штрафы ГИБДД, стал известен список тех субъектов России, где к пешеходам относятся с большим вниманием. Было выявлено 10 регионов с самым минимальным процентом штрафов ГИБДД по данному нарушению правил дорожного движения, и Рязань в нем заняла первое место. Несмотря на это, в текущем году составлено более 3,5 тысяч протоколов об административных правонарушениях на невежливых водителей. Несмотря на большие усилия и администрации города, и сотрудников госавтоинспекции, установлены дорожные ограждения, приведены в надлежащее состояние многие регулируемые пешеходные переходы. На многих пешеходных переходах нанесены дополнительные разметки для людей с ограниченными возможностями. Несмотря на это, и пешеходы находят очень часто места, где можно перейти дорогу в неположенном месте, так же и водители. Сотрудниками госавтоинспекции постоянно проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику нарушений правил дорожного движения водителями. Но самое главное – это понять, чувствуют ли пешеходы улучшение ситуации. На ваш взгляд, в Рязани вежливые водители? Вежливые. Вас часто пропускают на пешеходы? Пропускают, и я пропускаю. У меня тоже транспорт, я пропускаю всегда. Часто, я думаю, 90% случаев пропускают. Постоянно. Ну, если я вижу, что человек собирается переходить дорогу, то я останавливаюсь обязательно. Культура водительская, как водитель, скажем так, воспитан, наверное. Ну, и сейчас больше штрафов сами повысили, поэтому многие боятся, наверное, быть оштрафованы. Ну, бывает, что пропускают, бывает, что нет. Когда, как, знаете, вот, допустим, вот здесь буквально вот был недавно случай, вот его чуть не сбила машина, вот прямо на пешеходном переходе. И водитель еще выглянул из окна и охаялся ног до головы. Вместе с рейтингом регионов с самыми вежливыми водителями также был составлен топ-10 с самым большим процентом штрафов за непропуск пешеходов на зебрах. Редакция нашего телеканала связалась с Ижевском, Республике Удмуртия, который располагается на девятой строчке рейтинга. Мы обсудили, какие мероприятия проводятся у них. Работа и с водителями, и с пешеходами, конечно, наши ГИБДД проводят. Но я не могу сказать, что это каждый месяц обязательно они встают где-то и ловят пешеходов, которые не там переходят. По водителям, конечно же, они работают намного чаще. То есть ежедневно, может быть, их работают несколько машин, несколько экипажей, которые, ну, точно ловят на пешеходов, но именно водителей. Проводит ли ГИБДД работу с детьми школьного или дошкольного возраста? У нас существует один небольшой городок такой для детей, где построены пешеходные переходы, всякие перекрестки. И машинки даже игрушечные дети могут попробовать себя в роли водителей. Но как часто ГИБДД туда привозит детей и учит их, я, честно сказать, не знаю. Работа в Рязани проводится не только в отношении водителей, но и в плане пешеходов. Сотрудники ГИБДД часто стоят на пешеходных переходах. Один их вид способен сделать жителей города более законопослушными. Такая же работа идет и в отношении детей школьного и дошкольного возраста. Так, например, у каждого в дневнике имеется индивидуальный безопасный маршрут от дома до школы и обратно. А порой учеников различных школ возят на познавательном троллейбусе, где им рассказывают историю нашего города и правила дорожного движения. Так что работа ведется во всех направлениях. Хотелось бы в первую очередь обратиться к совести каждого человека и призвать и водителей, и пешеходов помнить, что жизнь у человека одна, здоровье одно, да, и только чувство ответственности поможет соблюдать требования правил дорожного движения. В конце концов, должен, наверное, не только штраф и наказание рублем пугать водителей и пешеходов, чтобы не нарушать требования правил дорожного движения, а все-таки чувство личной ответственности должно быть у каждого гражданина, который садится за руль.